Герман Горбунцов, человек которого в российской прессе называют черным банкиром, заплатит десятки миллионов фунтов стерлингов за клевету на Рината Усатова, озвученную в недавнем интервью по скайпу. Об этом заявил сам Усатый, подчеркнув, что доведет дело до суда, причем лондонского, а не молдавского, где Горбунцову явно будут покровительствовать. Не мудрено, ведь по словам оппозиционера, Плохотнюк, которому светит 25 лет тюрьмы в Румынии, готов предложить Горбунцову что угодно за оговор Усатого, вплоть до должности главы Молдавского нацбанка. Поверьте, Горбунцов будет платить и плакать. И речь идет о исках. Я тогда не довел до конца. Нас снимают с выборов, в 2014 год люди сидят в тюрьме. Сейчас я доведу до конца, разберусь в судебном миске. Горбунцов, поверьте, заплатит десятки миллионов фунтов за ту наглую, грязную ложь, которую в очередной раз он себе позволяет в разгар предвыборной кампании в мой адрес. Будет платить и плакать. В Англии, по крайней мере, речь идет о судах, дорого, но в конце все расходы будет не те та сторона, которая проиграла. Поэтому я серьезно подготовлюсь. Я думаю, подготовятся многие другие, которых он оболгал до сих пор и позволял себе очень много в их адрес. И эти деньги, которые мы выиграем в судах, мы найдем, каких использовать в любимых Бельцах и других городах Республики Молдова. Отметим, что российские СМИ подчеркивают неоднозначность репутации Горбунцова в банковской среде и упоминают его прозвище «Черный банкир». Так сообщалось, что в финансовых операциях СТБ банка, который возглавлял Горбунцов, участвовал известный теневой финансист, король обмана Евгений Двозкин. А в инкредитбанке в 2000-е годы, по данным деловой газеты, отмывал крупный суммы денег известный криминальный авторитет Аслан Усаян, Дед Хасан. Сам Герман Горбунцов в интервью 2011 года сообщил, что владел практически десятком банков на территории России. Горбунцов оказался в Молдавии, потому что тот криминальный бизнес, которым он занимался в России, значит он уже не мог им заниматься. Получив в Молдавии крышу Воронина, Плохотнюка, который тогда у нас был влиятельный коммерсант, Горбунцов ходил при Воронине с охраной машины СП, его охраняли, да? Сервичу Паза, то есть неплохо, да? Для мошенника, имя которого известно всем спецслужба мира, значит тут он из черного банкира, мошенника. Забейте просто для себя, Горбунцов Прайм МД, Горбунцов Публика, как они его ругали, когда они с ним поругались, перестали сотрудничать, когда были у них скандалы и так далее с Плохотнюком. Это был черный банкир, рейдер, партнер Френкеля, который сидел, не сидел, а сидит за организацию убийства Андрея Козлова, Центробанка, значит и сейчас он, видите ли, опять стал господином Горбунцовым. Знаете, такое складывается впечатление, что за то, что Горбунцов на меня наговорит, Плохотнюк пообещал ему должность председателя Национального банка.